Все самое главное попало в кадр, и это круто. Начнем? Всем привет, дорогие друзья. С вами Дмитрий Крылов. И сегодня я выступаю в роли тренера, в роли комментатора, так сказать. И хочу представить ваше внимание замечательную, бесподобную, очаровательную... Полите, полите. Да, да, это всегда приятно. Представительницу, не просто представительницу бикини, это будет сказать, это ничего не сказать, а представительницу бикини в продивизионе, одной из немногих наших спортсменов, которая имеет действительно про-карт. Ольга, да? Это не так? Совершенно верно. И... Даже выступая в продивизионе. И выступает в продивизионе, поэтому, ребята, я могу сказать, это спортсмен очень высокий категория, очень высокого уровня. И сегодня Ольга потренирует мышцы груди, с замечательной груди. Покажет массу интересных движений. И нашу тренировку мы начнем с жима штанги под углом, который, как все прекрасно знают, целенаправленно бомбит верхний отдел грудных мышц. И начнем мы разминку с грифа. Ольга, ты готова продемонстрировать класс? Конечно, готова. Есть какие-то другие варианты? Особенно с учетом, что у нас продивизион, Ольга готова всегда, любители периодически, а профессионалы готовы всегда, это их отличает. Так что давайте приступим, наверное. В работе мы используем классический олимпийский гриф. Заранее он уже, скажем, у нас имеется в зале скамья, угол которой смещен вверх. И Ольга выполняет свой первый разминочный подход, то есть мы заранее подготовились. Ольга, разумеется, что подстраховка никогда не бывает лишней. Обратите внимание на поясничный прогиб, как бы сегодняшний ролик. У нас идет первый разминочный подход. Выкладываться совершенно необязательно. Используется классический олимпийский гриф весом 20 кг. И Ольга сделает несколько повторений, не до отказа, дабы разогреть свои мышцы, связки и подготовиться к работным подходам. Оставили. Дорогие друзья, обратите внимание, что при выполнении данного упражнения спина моя полностью прижата к скамье. Совершенно верно. Потому что если вы в момент выполнения движения выполните поясничный прогиб, то таким образом преобразуете жим под углом в горизонтальный жим и потеряете основной принцип нагрузить верхний отдел грудных. Поэтому держите спину в момент выполнения данного жима при сжатой к лавке. После данного разминочного подхода, я думаю, Ольга, мы сколько-то добавим на штангу. Сколько добавим на штангу. И я думаю, что давай начнем с 2,5 мастера. Вполне нормально. И поработаем по пирамиде в зависимости от того, подходит нам этот вес или нет. И сейчас галантный джетельно Дмитрий Кулов ухаживает за Ольгой и подготовит данную штангу. Ну что, добавив на штангу 5 кг, мы начинаем наш первый рабочий подход и поработаем до чувства мышечного утомления. Не ошибка заостряясь вообще на повторении. Ольга готова? Да. Раз, два. Даже не страшно. Поехали. Четкая фиксация рабочего веса в верхней точке. Обязательный выдох на усилие. Все замечательным образом присутствует в технике Оли. И... Я думаю, можно добавлять. Да. Вообще легко. Совершенно верно, ребята. Смотрите, если выполняя каким-то весом подход, вы не чувствуете после, допустим, 10 повторений такой существенной усталости, не тратьте силы на этот подход. Не обязательно тут набирать 30 раз, а просто поставьте штангу и увеличьте вес. И я думаю, что... Давай, Ольга, еще по 2,5 мы довесим. Разумеется. То есть переводим вес на 5-килограммовые блины. В первом подходе со штангой в 25 кг мы выполнили 12 повторений. То же самое число повторений мы сейчас делаем снова, но уже с весом 30 кг. Ну что, Ольга, поехали. Поехали. Раз, два, оп. Добавлю ля. Молодец. Вот сразу могу сказать, еще не подиалоговавшись с Ольгой, что вот этот вес он оптимален. Потому что последние повторения выполнялись достаточно тяжело. Я думаю, что на весе в 30 кг мы остановимся, да? Я думаю, что да. Ну, 12 повторений вообще, в принципе, для меня оптимальное число повторений, потому что я вообще использую в своих тренировках принцип силовой. Это 8-12 повторений. Не меньше, не больше. Качаюсь как бодибилдер. Что-то, кстати, в последнее время очень много представителей с бикини начали тренироваться как бодибилдеры. Я замечаю. И хочется добавить, что, слава богу, пока бодибилдеры еще не качаются как бикини. Но чувствую, что... Я думаю, что скоро. Да, следующий шаг в нашем деле будет такая рокировка. Да вот. Нет, девчонки молодцы. На самом деле, вот Ольга тоже, скажем так, как представитель бикини, опровергает своими тренировками вот сразу и навсегда разговор о том, что бикини не тренируются, не поднимают ничего. Не приседают, не жмут. Все мы делаем. Да, просто на сцене кривляются и не более того. И в зал вообще не ходят. Все это генетика. Все это генетика, да. Нет, мы пашем. Мы реально пашем. Без этого никуда. Поэтому, ребята, не верьте слухам, а смотрите наши ролики и убеждайтесь в реальном. Розовые гантельки не для нас. Да. И не для нас тоже. Поехали. Раз, два. Отдохнув буквально пару минут, мы выполняем третий рабочий подход. Как я сказал ранее, вес оказался вполне достаточным, рабочим. Ольга, она чувствует нагрузку. И с некоторой пробущей, для того я здесь и стою, мы делаем еще один подход. Вот. Давай, Воля. Оп. Еще один. Молодец. Хорош. Вот, скажем, сейчас вы посмотрели воочию выполнения жима штанги под углом. Все основные моменты вам рассказали. Прижатая спина, фиксация верхней точки, выдохные усилия. Все это у нас было. Думаю, что в этом движении мы показали все, что хотели показать. И переходим к следующему. Ну что, Ольга, с живым мы закончили. И что бы это сделало дальше? Дальше мы пойдем добивать верх наших грудных мышц разводочками на наклонность к каме. На 12 повторений, я думаю, 4 подхода. Очень гуманно и очень правильно. И что я вообще могу сказать? Все движения для верхнего отдела груди, особенно когда нет в исполнении Ольги и где я выступаю страхующим, крайне приветствуюсь. Пойдем. Гантельки у нас небольшие. По 4 килограмма на первый подход. Будет на 12 повторений выполняться упражнения. Выполняется дальше на наклонной скамье, поэтому мы не забываем про то, что спину мы не прогибаем, чтобы у нас не смещалась наша нагрузка. Совершенно верно замечаю, Ольга, так же, как и в жиме штанги лежа, наша спина должна обязательно быть плотно прижата к лавке. Стартовое движение 4 килограмма мы берем с подстраховкой. Не забывайте, что крайне не рекомендуется с первого подхода брать большой вес и работая в движении первый подход. Как вы делаете, может быть, чуть меньше веса, чтобы избежать ненужных травм, растяжений, проблем. Обратите внимание, что в разводке мы сохраняем легкий приз гиплоктя как в начальной фазе движения, так и в конечной. выдох также идет на подъем рук вверх. И, Ольга, мне интересно в твоем мнении что ты можешь сказать про четверки. Насколько они тебе подходят? Ну, для разминки самое то. Но я думаю, что мы увеличим вес, будет вес у нас рабочий 6 килограмм. Совершенно логично, кстати, я тоже хотел сказать, что видно, Ольга работает достаточно умеренно и с запасом ей 4 килограмма это вес, который мы явно перерасли. Грудные Ольги точно перерасли четверки и доросли до шестерки. у нас всегда под боком. И мы начинаем наш рабочий подход. Дмитрий, как вы галантны? Вот так вот. Ребята, если хотите подстраковать Ольгу, будьте галантны, таким, как я. На самом деле, достаточно четко уверенно идет выполнение, но не забываем, что вес мы увеличили на 2 килограмма. Я на всякий случай держу руки на готове, потому что на 6 килограммах работа требует значительно большей физической отдачи. вес хорошо подобрана. Подобран больше мы добавлять не будем. На 12 повторений 6 килограмм. По мне, так это идеальное сочетание. Здесь не надо забывать, что разводка это движение, которое в первую очередь растягивает грудные мышцы и не требует надрыва такого огромного веса в выкладке там, скажем, на грани фола. Помните, что связки в этом движении получают огромную нагрузку и для того, чтобы их подстраховать, всегда делайте с небольшим запасом именно так, как это делает Ольга. А еще лучше хорошего подстраховщика. Такого? Альдмитрий Крылов. Ольга, хочу задать тебе короткий вопрос, который касается наших зрителей. Многие часто спрашивают. Вот как правильно в движении выполнять выдох? В какой фазе? Всегда выдыхаем на усилие, чтобы стабилизировать наше давление. Совершенно верно. Верно. И еще раз верно. Будь то грудь, будь то присед, обязательно выдыхаем на усилие. Ни в коем случае не пренебрегайте этим, потому что эффективность вашего упражнения заметно вырастет, если вы будете правильно дышать. Ну что, Ольга, следующий подход? Да, погнали. Пока не дали. Пока. Пока. Прекрасно, безукоризненно, четко, ну как и должно быть у профессионала. Ольга сделала сегодня у нас уже второе упражнение для грудных. И я так полагаю, что с верхним отделом мы разобрались на все 100%. Да, перейдем к среднему. Совершенно верно. Да, мы перейдем к среднему отделу груди. И сейчас сделаем упражнение для него. Итак, мы переходим к середине груди. И резонный вопрос. Ольга, скажи, пожалуйста, что за упражнение ты сейчас будешь делать? Сейчас у нас будет жим в тренажере, который имитирует жим штанги лежа. Поэтому по технике выполнения упражнения все будет точно так же, как и в жиме штанги лежа. То есть мы нашу поясницу прогибаем, лопатки сводим и ножками упираемся в пол. Ну что тут можно сказать? Осталось только это практически применить. Все ясно и доходчиво. Давайте делать это упражнение. Так. Я промазала. Ну это, кстати, в кадр у Согиевки. Тренажер здесь удобный. Есть такая вот эта вот петушка. Опа. Ну на самом деле совершенно и она у нас здесь замечательный тренажер. Имитирующий жим штанги лежа. И Ольга приступила к упражнению. Для начала мы установили здесь вес 30 кг. Ну это уже у нас не штанги, не ганты или понятие 30 кг. И опять же в районе 12 повторений в подходе мы сейчас выполним. шесть. Опа. Сделали. Очень многие, кстати, когда выполняют именно в тренажере поднимают плечики. Плечики не поднимайте, трапецию не надо поднимать. Все опущено и спокойно кожено. Да, совершенно правильно. Ольга, хочу спросить, 30 кг, что ты можешь сказать, насколько они тебе... Слушай, ну вот это мы хорошо уже утомили. 30 кг так нормально. Можно добавить 35. Я думаю, что попробую. Давай, почему нет? То есть мы практически сразу вышли на наш рабочий вес, но 5 кг решили добавить. И сколько подходов мы здесь делаем? Скажи, пожалуйста. Я думаю, что еще 3. Еще 3. И давайте еще такой короткий вопрос зададим Ольге, который тоже многих интересует. Скажи, Оль, вот по твоему мнению, сколько оптимально отдыхать между подходами? Полторы минуты. Полторы минуты. Ну то есть на самом деле здесь такое понятие относительное. Каждый в зависимости от своей выносливости и своих возможностей как бы корректирует отдых. С учетом опыта Ольги не забываем, какой серьезный у нас спортсмен. Отдых между подходами лично у нее длится около полутора минут. Что говорит о очень высокой интенсивности на ее тренировках. Ну что, добавляем? Добавляем. при работе в тренажерах лично для меня есть такой плюс, что я сейчас выступаю просто в роли смотрящего. Так сказать, быть смотрящим не менее приятно, чем быть страхующим. Ну вот. И в то же время, конечно, я занимаюсь контролем за техникой, за выполнением. И могу сказать, что вы делаете достаточно четко, уверенно. на последнем повторении сдохло. Кстати, как ты считаешь, вот этот вот мышечный отказ? Надо делать. Надо делать, да? Обязательно. До мышечного отказа. Либо до жжения, либо до мышечного отказа. Обязательно. Если мы хотим какого-то прогресса. Если мы не хотим прогресса, если мы хотим нас все устраивает, то можно, конечно, потихонечку заниматься. Но будет ли это доставлять удовольствие? Ну, я думаю, что, конечно, нет. Кстати, могу сказать однозначно, если вы хотите прогрессировать, мышца должна получить после подхода стресс и мышечный отказ в той или иной степени. То есть, как бы, в зависимости от ваших, скажем, усилий, в зависимости от вашей выносимости. Кто-то, получив легкое жжение, уже ставит тренажер, а кто-то может какое-то время терпеть. Но вот это показатель того, что сейчас ваша мышца находится в некомфортном состоянии. В этот момент она действительно прогрессирует. Ну, и самое главное, если на следующий день, а если еще через день у вас вы чувствуете такой небольшой дискомфорт, такой мышечная боль, не знаю, по мне так это очень приятное ощущение. А у тебя, Ольга, болят мышцы после тренировок? Болят. 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 Потому что тренировки я свои все-таки меняю, они у меня неоднообразные. Каждый день я все равно не тренирую одну и ту же группу мышц. Вес я стараюсь добавлять, поэтому мышечная боль у меня, конечно же, присутствует. это тоже показатель того, что тренируетесь вы верно, эффективно и, да, скажем, состояние изнеможения. Ну что, заключительный. Хорошо. Хорошо, Оля, молодец. Оп. И опять же мышечный отказ, Оля, совершенно верно. Ну, потренировав, верхний в двух упражнениях и средний отдел груди. Мы продолжим нашу тренировку. Ольга тренировка подходит к финалу и такой небольшой сюрприз вас ждет в конце, о котором, я думаю, что Ольга лучше расходится сама, да, Оль? Да. Ну, грудные мы уже достаточно хорошо потренировали. У меня немножко остают дельты, поэтому в своих тренировках, будь-то там грудь, спина и так далее, я делаю одно упражнение всегда на дельте. Сегодня это будут комбинированные махи. Стоя я делаю, когда какое-либо упражнение я всегда выполняю в поясе, потому что все-таки для бикини в талии важна, мы не будем ее лишаться. ну что, приступим. Да, Оль, показываем. По 12 повторений, сейчас убьем дельты. Движение, которое выполняют только достаточно технически сложное, есть куча всяких мелких нюансов, поэтому смотрите, как никогда внимательно, как выполняется боковой мах, который сразу же переходит в мах передний. в работе Оль использует опять же гантели 4 кг, что в принципе достаточно весом будет являться и работает как всегда до чувства мышечного отказа. Ну да, О, дельты горят, значит хорошо потренировали. Отдыхаем. И делаем еще два подхода и на этом я закончу свою тренировку. Отдых будет также по полторы минуты? Я думаю, что да. Переведем дыхание, немножко восстановимся и все. Совершенно верно. Как вы успели обратить внимание, что в данном движении мы прорабатываем и среднюю и переднюю дельты одновременно, то есть цепляем практически все пучки дельтовидные. И экономим время, потому что при этом мы делаем одно упражнение. Такое достаточно замысловатое движение. Я думаю, что если у вас немного опыта, то пробовать вам пока рановато. Но если вы, скажем, спортсмен со стажем, мы готовы на какие-то, скажем, дополнительные шаги вперед. Это движение, которое будет очень эффективным для вашего дополнительного развития. Ну что, Ольга, переходим к следующему подходу. Отдых закончен. Она совершенно правильно заметила, что использование пояса, здесь, так скажем, момент, который крайне приветствуется, он не подстраховывает поясничного отдела и снимает ненужную наруску со спины. Молодец! У меня вообще начинает стало впечатление, что в плане, скажем, техники и, скажем, широты и упражнения уже бикини составляют плотную конкуренцию бодибилдерам, потому что, честно скажу, я, например, такое движение никогда не делал и сегодня реально заинтересовался в каких-то своих тренировках. Попробуй! Я его обязательно попробую, реально, потому что я выполнял как и боковые махи, так и передние, но никогда не комбинировал этого в одно упражнение. Действительно, Ольга, вот так вот прямо? Ну, я чувствую. Эффект есть, дельты растут, поэтому я думаю, я обязательно хочу такие дельты, как и Олью, и потому это движение однозначно попробую. Да, на самом деле уверена, что это очень эффективно. Но, напоследок, после короткой паузы мы сделаем сейчас с Олей еще один заключительный подход и наша тренировка будет завершена. Да, Оля? Да, да, да. Действительно интересное дрожжение, я его однозначно попробую. О, дельты уже горят. Хочется верить, что это так. Ну, Оля, в принципе, работает до отказа, я не исключаю, но что они прямо гонят, я сомневаюсь. Попробуй. Они реально горячие. Дальше. Дальше.